Кто же из них граф, а кто не граф, смог выстроить в имении Глазунова настоящий рай. Каменный дворец с паркетными полами, оранжереи, конюшни. Здесь был один из самых лучших конезаводов в Орловской губернии. Является образцом высокого вкуса. Весь усадебный комплекс Шереметьевых был уничтожен. Здравствуйте, уважаемые любители истории. Меня зовут Роман Богатырев. И сегодня мы с вами встречаемся на очередной из цикла телепередач «Прогулки с краеведами». Место нашей сегодняшней остановки – это село Глазунова, бывшее имение Шереметьевых. Само село впервые упоминается где-то в 17-м, начале 18-го века. И история имения на этой территории связана с двумя семьями. Первая семья – это семья Глазуновых. Семья Андрея Андреевича Глазунова – одного из известных орловских деятелей, дворянства, государственных деятелей и даже масона. Он был представителем масонского ложа, возрастающего орла, был настоящим богачом и позволил себе развить такое имение. 200-метровая въездная аллея, с правой стороны от которой размещается Покровская церковь, несколько параллельных аллей и часть зданий, которые сохранились до нашего времени. Это здание, одноэтажное здание конюшни, здание водокачки и остатки здания амбара. Вся эта территория до сих пор стоит на охране как объект культурного наследия. Глазунов в 1860-х годах продает это имение семье Шереметьевых. Тут нужно сделать небольшую оговорку, потому что даже современники Шереметьевых иногда путались, кто же из них граф, а кто не граф. Та семья, которая приобрела имение Глазунова, не имела графского титула, они были просто достаточно богатыми людьми для того, чтобы приобрести всю эту территорию. Александр Васильевич Шереметьев всю эту территорию, в свою очередь, все поместье и усадебный комплекс развивал в дальнейшем. Семья Шереметьевых очень дружила с семьей Тургеневых, как, впрочем, и семья Глазуновых. Так, например, Варвара Петровна Лутовинова в 1814 году купила дом в городе Орле, который принадлежал семье Глазуновых. Именно в этом доме и родился Иван Сергеевич Тургенев. Во время учебы в Санкт-Петербурге Иван Сергеевич иногда даже занимал деньги у семьи Шереметьевых. Так, например, супруга Шереметьева, которая приезжала в гости к Варваре Петровне Лутовиновой, очень хвалила Ивана Сергеевича. И об этом Варвара Петровна писала будущему великому русскому писателю о том, что Шереметьева приезжала, хвалила тебя, а муж ее теперь помощник, министр финансов. Именно у него можно попросить о какой-то протекции, если ты в ней нуждаешься. Александр Васильевич Шереметьев, младший сын Василия Шереметьева, для которого и приобреталось все имение в Глазунова, был человеком с очень хорошим вкусом, и впоследствии именно он возглавил все Орловское дворянство. Будучи богатым человеком, проживая в Париже со своей гражданской женой, француженкой, он смог выстроить в имении Глазунова настоящий рай. Это был каменный дворец с паркетными полами, оранжереей, конюшней. Здесь был один из самых лучших конезаводов в Орловской губернии, винокуренный завод. И все это принадлежало одному человеку, Александру Васильевичу Шереметьеву. В 1914 году в имении появляется нефтяной генератор, который поставляет электричество на всю территорию усадьбы. Но, к сожалению, до нашего времени не усадебный дом, немногие постройки не дошли. В связи с тем, что в мае 1917 года из-за глобальных государственных изменений весь усадебный комплекс Шереметьевых был уничтожен, а главный усадебный дом просто-напросто сгорел. Одним из самых красивых элементов усадебного комплекса, который дошел до нас, является храм покрова Пресвятой Богородицы, построенный еще старым хозяином усадьбы Андреем Глазуновым, коллежским асессором в 1820 году. С 1872 года старостой этого прихода очень часто избирался Александр Васильевич Шереметьев. А с конца 70-х годов старостой также избирался некий крестьянин Казьма Зосин. Казалось бы, крестьянин был человеком простым, но в Орловском государственном архиве отложились документы, в котором указывается записка местного священника, который просил владыку разрешить крестьянину Кузьме или Козьме Зосину приобрести за счет собственных средств коллокол не в 30 пудов, а в 40 пудов для размещения на местной колокольне. Исходя из этого, мы можем судить, что Казьма был не простым крестьянином, а вполне себе таким зажиточным. Несколько поколений сменялось проживающих здесь, и очень много раз этот храм посещали владыки Орловские и Севские. Так, например, в 1893 году этот храм посетил на тот момент епископ, и он останавливался в доме самих Шереметьевых, а в записке епархии было отмечено, что в тот момент в Покровском храме в приходе имеется порядка 900 душ, и вообще храм в достаточно хорошем состоянии. И вплоть до революции еще трое владык посещали эту территорию, как усадьбу Шереметьевых, так и сам Покровский храм. А многие члены семьи Шереметьевых также удоставились различного рода епархиальных наград за тот вклад, который они внесли в работу церковнослужителей в Покровском соборе. Усадьба Шереметьева, богатейшая и интереснейшая в Орловской губернии, сохранила до сих пор свой парк, который заложен в конце XVIII века в регулярном стиле. В парк ведет очень длинная и полностью сохранившаяся широкая въездная аллея. Сам парк разделен на квадраты, аллеи пересекают друг друга под прямым углом. И вот там, где въездная аллея входит в парк, на перекрестии в углу аллей, мы видим удивительный храм, который построен на рубеже XVIII и XIX века. Этот Покровский храм воздвигнут в стиле зрелого классицизма, является образцом высокого вкуса. Мы видим, что он воспринимался вместе с другими постройками, наверняка находившимися на перекрестиях аллей, и казался неким подобием большого павильона, мелькая при пересечении парка перед теми, кто проезжал его насквозь. Квадратный кубический объем завершен невысоким куполом. Мы видим, что он прорезан очень красивыми когда-то полуциркульными окнами. Полуциркульные окна мы видим также небольшие на фасаде во многих местах, над прямоугольными дверными оконными проемами. Между храмом и колокольней небольшая трапезная, а сама колокольня имеет нижний ярус кубический, а второй круглый. Она всего двухъярусная. Ярус звона, верхний второй ярус колокольни, прорезан высокими арками. Наверное, когда колокола звонили, звон их разносился благодаря акустике далеко по этой округе. Очень красив так называемый руст. Он здесь идет широкими полосами по храму, достигая его окон, даже верхней части этих окон. И здесь мы видим тоже искусственные замковые камни, а особенно красив руст, который окружает главный вход в колокольню и главный вход в храм запада. Сама эта церковь, удивительный образец искусства, архитектуры рубежа 18-19 века, самая старая постройка из всего комплекса и наиболее хорошо сохранившаяся. Сегодня она законсервирована и вполне вероятно, что она дойдет до наших потомков. К сожалению, из порядка 200 усадебных комплексов, которые располагались на территории современной Орловской области, осталось около 30 с теми постройками, которые могли бы нас познакомить с 18 или 19 веком. Мы будем надеяться, что мы сможем сохранить для будущих поколений хоть какой-то пример жизни дворян и купцов, которые были современниками Тургенева, Фета и Николая Семеновича Лескова. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, увидится в следующих выпусках телепередачи «Прогулки с краеведами». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...